Спад России в таком случае, он весьма вероятен, насколько я поняла с ваших слов. Для меня-то это кажется ясным. Я лет 10 уже говорил про то, что путинская власть, встав на советские рельсы, и делая вид, что российский народ сплочен, объединен, вдохновлен, что он на самом деле замазывает нарастающие внутри России противоречия, потому что он на самом деле такой же народ, как многие другие. Там есть люди, которые в восторге от Путина, есть люди, которые ненавидят Путина, есть люди, которые просто ничего не понимают, они разные. Но из них в пропагандистском поле лепят такой единый сплоченный народ, который готов идти вперед и умирать и так далее. Абсолютно советская картинка. Советский народ, новая историческая общность людей нас учили. Когда настала кризисная ситуация, эта новая историческая общность развалилась так, слава богу, без слишком большой крови. С кровью, но без слишком большой. Путин эту модель восстановил, вертикальную модель. Не важно, что там написано на знаменах. Светлое будущее или Великая Россия. И знаменосцам абсолютно наплевать, что написано. Им важно, чтобы они несли древки, эти знамен, и шли впереди колонны, и получали первыми все ковришки, связанные с вот этой функцией знаменосцев. Но знаменосцы поменялись, а суть возглавления вот этой вот в значительной степени виртуальной, выдуманной толпы, она осталась. Поэтому, да, Путин, конечно, и, наверное, сам даже в это верит, как, собственно говоря, и советские вожди верили, что он руководит сплоченной единой нацией, которая готова бороться со всем белым светом. На самом деле, это глубоко не так. И, во-первых, это замазано обстоятельства от верховного глаза. А, во-вторых, еще раз хочу сказать, нет нормальных человеческих легальных механизмов для того, чтобы вполне нормальные, естественные противоречия, конфликты, обиды, еще бог знает что, между разными российскими территориями решать в правовом поле. Нет. Верхняя палата парламента превратилась в такой вот группу лоббистских интересов. Еще недавно она была вполне серьезной палатой земель лет 20 назад. Путин ее уничтожил. Путин уничтожил федерализм. Поэтому есть Путин, есть Россия. А нет Путина. И мой ответ такой, что да, с каждым годом путинского правления, его вертикаль власти все больше напоминает советскую вертикаль. Ну, Советский Союз напал на Афганистан вместо того, чтобы вкладывать деньги в свою страну, строить железные дороги, университеты, клиники и еще что-то. Путин напал на Украину. Что еще более глупая, преступная ошибка, чем попытка захватить этот самый Афганистан, который сегодня даром никому, слава богу, не нужен. С Украиной тем более сложнее, потому что это все-таки гораздо более развитая страна, готовая обеспечить гораздо более серьезное сопротивление. Те с Афганистаном-то не смогли справиться. Ну, а этот, конечно, не справится с Украиной. Ну, а потом, что будет с Россией? Ну, можно только себе представить. Ничего хорошего не будет. По моим представлениям, да, угрозы территориального распада становятся актуальными. Я с интересом наблюдаю, как все больше специалистов приходят к этой же точке зрения и все чаще ее, так сказать, артикулируют в эфире или на бумаге. С учетом того, что дальнейших перспектив вообще России и, условно говоря, того, что останется от России после Путина, вот как будут, какими будут по-вашему отношения вот дальнейшие между Украиной и вот тем, как на тот момент будет выглядеть Россия, потому что пока этот вопрос довольно открыт. Видите ли, как мне кажется, демократия, в принципе, вещь далеко не безукоризненная, там куча неприятных моментов, но она более эволюционная, так скажем. Какие бы ни были власти в новой Украине, они будут зависеть от населения, в том числе от экономических показателей и так далее и тому подобное. Если они будут плохо командовать страной, то их переизберут через какой-то интервал времени. Поэтому, если в другосрочном плане говорить, то Украина раньше или позже с теми территориями, которые находятся к северу и востоку от нее, будет заинтересована выстроить нормальные хозяйственные, там, средевые взаимоотношения и так далее. Это сейчас кажется, что нет, нет, никогда. Почему? Если эта территория перестает... Я не буду говорить про государство, а просто вот земля перестает быть источником угрозы, почему с ней не восстановить нормальные отношения? Другой вопрос, что это займет время, конечно. Но те люди, которые постарше, помнят, что после Великой Отечественной войны казалось немыслимым там взаимодействие с Германией, это вот те самые фашисты, которые топтали российскую, украинскую землю. Ничего, как видим, через поколение прошло, ситуация наладилась. Но поскольку мы с вами не знаем, что будет на месте России через пять лет, и мы не знаем, кто будет руководить Украиной через пять лет, в краткосрочной перспективе предвидеть невозможно. А в долгосрочной та часть России, которая осознает поражение и его причины, и отломится от остальной части России, или, может быть, сохранив прежние какие-то территориальные выделы, ментально перейдет на европейские рельсы движения, с ней вполне можно будет выстраивать взаимоотношения при условии того, что она соблюдает взятые на себя обязательства. Ведь Российская Федерация 90-х годов пыталась идти по европейскому пути и даже довольно далеко продвинулась. В начале нулевых были очень высокие темпы экономического роста, Россию приняли в Ж-8 и так далее и тому подобное. Но вот на фоне этого успеха товарищи из корпорации, которая называется ЧК, или КГБ, или ФСБ, решили еще разик проехаться на теме державного величия. Ну и встретили некоторую поддержку в значительной части населения. Ну и привели страну к тому, к чему они привели. Это очень-очень похоже на то, что было в Германии в 20-е-30-е годы. Травма геополитического поражения в Первой мировой войне. Появляется лидер, который рассказывает про Великую Германию, ему бурно аплодирует. Кончается это все экспансией, войной практически со всем развитым миром, с Британией, Соединенными Штатами, на российских полях. Ну и, к несчастью для России и для Германии тоже эта чудовищная война состоялась. Германия ее проиграла. Из этого путинские люди сделали вывод, что они сильнее планеты всей, забыв, что они побеждали эту Германию в союзе с Соединенными Штатами и Британией. А сейчас Соединенные Штаты и Британия на стороне Украины, а путинская Россия играет роль Германии в 30-х годах. Те же самые вопли про сплочение, про то, что мы должны подняться с колен, расширить свои исторические завоевания. Ну и вся вот эта вот чепуха, которую с удовольствием глотают люди по эту сторону границы. Но что делать? Вот этот экономический рост на европейских дрожжах, на дрожжах частной собственности, конкуренции, конвертируемой валюты и так далее, был неправильно интерпретирован. Люди это воспринимают как заслугу Владимира Путина, который пришел и навел порядок. На самом деле пришел и навел порядок рынок. Но люди хотят простых решений. Так же, как Гитлер им предлагает простые решения. Ну вот примерно Путин разыграл эту же карту с русским народом. И примерно таким же образом, как Гитлер завел немцев в позорный тупик, так Путин завел русских в этот позорный тупик. Соответственно, Украина может рассчитывать в таком случае на репарации и на возврат своих территорий до 1991 года. По итогам. Правильно я вас поняла? Ну, я думаю, что это было бы логично. Я с трудом могу себе представить такую вот серьезную победу Путина. Значит, так или иначе, в той или иной конфигурации он будет вынужден наступить границам, не знаю какого, 1993 года или 1991 года. Здесь же ведь вопрос не только в Путине, а еще вопрос и с Украиной, где она согласится остановиться. Это будет вопрос решаться, естественно, в переговорах с Западом и так далее. Там куча разных сложных параметров. Но мне кажется, что Путин будет вынужден наступить. А вот что потом начнется на территории к востоку от Украины, вот это совершенно ситуация, мне кажется, непредсказуемая. А с Украиной более или менее понятно. Тут довольно быстро восстановление государственности с помощью Запада, плана Маршала и так далее. Пример то же самое, что было сделано с Германией после 1945 года. С Западной Германией, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова